Казахские женщины. Лицо протестов. Настоящий символ свободы в нашей стране. Они борются за нашу общую свободу и будущее, как настоящие львицы. Эти женщины из разных регионов Казахстана в оппозицию пришли в разное время и по разным причинам. И им вторят женщины по всей стране. Потому что они хотят рабской жизни ни для себя, ни для своих детей, ни для внуков. Давайте поговорим о каждой из наших народных героинь. Ая Садвакасова. Настоящая патриотка страны. Ая основа сопротивления в маленьком городе Степногорск. Она сообщает в твиттере международному сообществу о беззаконии, которое происходит в нашей стране. Ая требовала международного расследования январских событий 22-го года. Требовала освободить невиновных людей и наказать тех, кто пытал людей. Ая добрый, порядочный человек. Она готова протянуть руку помощи каждому, кто нуждается в поддержке. Аю и всю ее семью на протяжении нескольких лет политически преследуют за ее гражданскую позицию. Власти хотят, чтобы она замолчала. Хотят лишить гражданское общество Казахстана поддержки правозащитников. Айжан Акишева. Яркая активистка и правозащитница из Астаны. Она состоит в организационном комитете партии Алга Казахстан. Открыто и смело выступает против военной агрессии в Украине. На каждой акции, протесте, митинге, публичном выступлении эта прекрасная женщина заряжает всех окружающих позитивом и улыбками. Но на данный момент у Айжан существуют реальные угрозы потери зрения. Опираться стоит неподъемных денег. И Айжан сейчас как никогда нуждается в поддержке общества. Нургуль Калуова. Действительно выдающаяся активистка из Павлодара. Она активно продвигает в соцсетях идеи прав человека в условиях существующего режима. Поддерживает и защищает пострадавших от режима людей. Нургуль Калуова. Мать-одиночка, воспитывающая двоих детей. Нургуль преследовали и осудили, как и многих других активистов, по излюбленной политической 405-й статье. За ее творчество в Тик-Токе. После того, как Нургуль отбыла реальный срок, ее неоднократно преследовали силовики. Вламывались к ней в дом и вели постоянную слежку. Правозащитница и гражданская активистка из семьи Райгуль Садарбаева принимала активное участие в январских протестах. Она выполняла важную функцию и занималась мониторингом правонарушений. Тем не менее, 12 января, спустя неделю после выступления 5 января, домой к Садарбаевой явились полицейские, провели у него обыск, изъяли мобильный телефон и другую электронику и задержали ее. А 14 января суд арестовал ее, и Райгуль заперли в изоляторе. Там 50-летнюю женщину подвергали нечеловеческим пыткам, оскорбляли, душили до потери сознания и пытались изнасиловать. Всех этих женщин объединяет не только смелость, активность, великодушие и небезразличие к судьбе нашей страны, но и ужасные испытания, которые пришлось перенести каждый из них. Но несмотря на это, они не сломались, а боролись еще более отважно и продолжают бороться каждый день. Призываем проявить сплоченность и продемонстрировать свое небезразличие нашим отважным активисткам. Даже небольшая сумма, но на регулярной основе, поможет им продолжать борьбу за будущее нашей страны. Помощь каждого из вас бесценна.